МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телекспресс представляет новости нашего города. В студии Ольга Попова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Обратный отсчет. Пора ремонта в образовательных учреждениях города вышла на финишную прямую. Девятиклассники, торопитесь. Среднеспециальные учебные заведения продолжают принимать заявления от учеников. И к ликвидации последствий техногенных катастроф готовы. В Газпромнеевс-Муравленко прошли ежегодные командно-штабные учения. Сегодня в России заработал единый номер вызова экстренных оперативных служб. Если раньше по номеру 112 можно было дозвониться в полицию, пожарную охрану, скорую помощь или службу спасения только по мобильным телефонам, то с понедельника это можно будет сделать и со стационарного аппарата. Главное, что отныне, позвонив на этот номер, можно вызвать сразу несколько экстренных служб одновременно. Какие группы нужны для того, чтобы справиться с экстренной ситуацией, будут самостоятельно определять диспетчеры. При этом работа привычных номеров 010203 и 04 не прекращается. Всеобщая диспансеризация стартовала в России с 2013 года. Сегодня муравленковские медики могут говорить о предварительных итогах кампании. В ходе диспансеризации определяется одна из трех групп состояния здоровья, а также подбирается комплекс необходимых профилактических, оздоровительных и реабилитационных мероприятий. Сама кампания рассчитана на два этапа. Сначала пациент заполняет анкету, проходит первичное обследование и получает так называемый паспорт здоровья. При необходимости его направляют на дополнительное углубленное обследование. Это уже второй этап. Медики констатируют, наибольшее число заболеваний с неблагоприятным исходом протекает бессимптомно, поэтому важно выявить их на ранних этапах. Муравленко с апреля нынешнего года диспансеризацию прошли 729 человек. Целью диспансеризации является раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний. Также факторов риска, их развитие, например, повышение давления, повышение холестерина, курение. В общем, чем раньше выявить заболевания и предрасполагающие факторы, тем лучше поддается лечению. До начала нового учебного года осталось три недели. Образовательные учреждения продолжают активно готовиться к 1 сентября. В этом году были запланированы беспрецедентные объемы работ по косметическому и капитальному ремонту как в самих зданиях школ и детских садов, так и по благоустройству прилегающих территорий. Общий объем финансирования без малого 100 миллионов рублей. Подробности у Эрнеста Бавшина. Горожане, по большому счету, играют роль сторонних наблюдателей процесса подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. Большинство родителей оценивает труд сотрудников Управления образования и строителей непосредственно 1 сентября. А между тем, за каждым рабочим процессом по подготовке школы и детского сада стоит ряд проблем и трудностей. Одна из них – это то, что образование является специфической отраслью. Здесь четко регламентировано, что учебный процесс длится с сентября по май и не идет никакой речи об отпусках. Руководителям отводится три месяца на то, чтобы навести порядок. Кроме этого, приходится думать и об организации летнего отдыха детей в пришкольных лагерях. Кстати, Муравленко – единственный муниципалитет в округе, где летом отдыхает самое большое количество детей. А вот вторая проблема – это поиски добросовестного подрядчика. Проводятся торги, котировки. Мы не можем выбрать себе подрядчика такого, который может выполнять наши работы, может учитывать все замечания, может мобильно и гибко работать с каждым руководителем в каждом учреждении своей особенности. Мы знаем, что у нас есть здания деревянные, мы знаем, что у нас есть здания такие, как финская школа, мы знаем, что у нас есть здания капитальные, и это особенности. Так же, как и покрытие половое. Где-то оно из плит, где-то оно линолеум и так далее. Это все надо учитывать. Не каждый подрядчик готов так мобильно работать с руководством школ. И бывают порой ситуации, когда педагоги играют роль контролеров, отслеживая буквально каждый шаг строителей. Поэтому, когда возникают вопросы с тем, что мы можем задерживаться с ремонтом, не успевать, вопрос надо рассматривать в комплексе. Нельзя говорить, что виноват только учреждение. Нельзя говорить, что виновата только школа или детский сад. На самом деле, за каждым шагом стоят люди, и они разные. Поэтому возникают такие вот ситуации, которые иногда не в силах им и решить. Они объективный характер носят. Несмотря на все трудности, строительные работы сегодня идут практически в каждом образовательном учреждении. Среди них частичный ремонт кровли в лице и школе номер два, облицовка с сайдингом детского сада «Солнышко», замена напольного покрытия в школах номер один, номер четыре и в некоторых детских садах. Ремонт осуществляется в музыкальных и спортивных залах школы номер четыре и в детских садах «Дюймовочка», «Солнышко» и «Буратино». В нескольких школах ведется замена оконных и дверных блоков, идет модернизация системы видеонаблюдения. Кроме этого, продолжаются работы в рамках текущего ремонта и благоустройства территории учреждений. Так, во дворе пятой школы укладывается брусчатка, преображается фасад здания. Для пришкольной площадки приобретено новое спортивно-игровое оборудование. На территории детского сада «Снежинка» появятся современные теневые навесы. Сегодня можно говорить и о том, что дети и их родители будут приятно удивлены обновленным обликом учебных заведений. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города. В школах грядет избирательная кампания. Новый закон об образовании разрешает выборы директоров учебных заведений. Правда, последнее слово остается за региональными властями. Они должны решить, будут учителя и родители выбирать директоров или нет. Система голосования может быть любой. Самый простой вариант – прямые выборы на общем собрании трудового коллектива. Стандартный срок правления избранного директора составляет три года. Хотя он может быть и увеличен. Что касается нашего города, то пока вопрос о введении выборной системы открыт, так как в силу обновленный документ вступает только 1 сентября. И пока нет никаких методик и порядка реализации этой нормы закона. По словам начальника управления образования Марины Снычевой, выбор директора – это прежде всего объединение родительской общественности с педагогами, совместное решение и определение ключевых моментов развития конкретной школы. Это же не значит, что если родители могут, они пришли, высказали мнение и ушли. На самом деле вокруг нас люди. Люди живые, со своими эмоциями, со своими знаниями. И нет гарантии, что просто из-за того, что мне это нравится, а мне это не нравится, и это будет основным критерием выбора, мы получим лучшие результаты. Какие критерии должны быть для того, чтобы был выбор обоснованный? А что за этим стоит? Как их определить? Это очень важные вопросы. Да, если мы научимся объединяться и решать это, наверное, это будет очень большое продвижение. Но оно должно быть смысловым и обоснованным. Куда пойти учиться? Этот вопрос по-прежнему актуален для вчерашних девятиклассников. Среднеспециальные учебные заведения продолжают принимать документы. У будущих десятиклассников в запасе еще есть несколько недель для того, чтобы принять решение. Подробности в репортаже Татьяны Сорокиной. У выпускников девятых классов Муравленко есть три варианта дальнейшего обучения. Продолжить учебу в лицее или колледже, или же покинуть пределы города и выбрать там образовательное учреждение. Многопрофильный колледж продолжает прием документов. В соответствии с новым законом об образовании, вступительные испытания здесь отменены. Их заменил рейтинг школьных аттестатов. Успешно проходит набор на отделение подготовки специалистов среднего звена. Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются нефтяные специальности. Так, в группу будущих специалистов по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений на 25 мест претендует 57 человек. Немножко хуже обстоит дело на отделении подготовки квалифицированных рабочих. То есть то, что мы раньше называли НПО. Поэтому, пользуясь случаем, я призываю выпускников в школу, которые еще до сих пор не определились или не прошли конкурс в высшие учебные заведения, переходить к нам вот на эти специальности. Специальности автомеханик и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Эти специальности востребованы, они хорошо оплачиваемые, у них большое будущее. Поэтому я приглашаю всех выпускников, не определившихся. В многопрофильном лицее приняли 197 заявлений от будущих десятиклассников. Их компания еще продолжается. В основном учащиеся выбирают профили естественно-научного направления. При поступлении ребята проходят тестирование. Ребята проходили собеседование и тестирование физико-математический профиль, химико-биологический профиль. Это те классы, которые с углубленным изучением отдельных предметов. Ну и, конечно же, лингвистические профили. Ребята показывают неплохие результаты, говорят педагоги. Всех будущих десятиклассников в лицее ждут 29 августа на предварительный сбор. А вот заявочная кампания в образовательных учреждениях продлится до конца августа. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. Чтобы уметь защитить себя и природу от последствий техногенных катастроф, нужно владеть знаниями основ техники безопасности, правилами применения средств индивидуальной защиты и умело использовать оборудование для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для этого ежегодно в «Газпромнефть-Муравленко» проводят командно-штабные учения. Насколько готовы нефтяники к ликвидации последствий и катастроф, узнавал Эрнест Бавшин. Учения начались в 10 часов утра на территории третьего цеха по подготовке и перекачке нефти. Здесь находится единственное на предприятии защитное укрытие. Конечно, от прямого авиаудара оно не спасет, но сможет на протяжении нескольких дней обеспечить жизнедеятельность более сотни человек, укрывшихся от последствий техногенной катастрофы. Защитное сооружение у нас, конечно, от прямых попаданий не защитит, но защитит людей, то есть в количестве 150 человек может защитить от радиации, от вредных выбросов, ну, переждать в течение 6-7 дней. Далее участники учений, а это представители всех служб и подразделений «Газпромнефть-Муравленко», так или иначе отвечающие за безопасность на производстве, совершили небольшую экскурсию по защитному укрытию. На объекте есть все, чтобы в течение недели можно было спокойно переждать неблагоприятные условия. Это автономный дизель-генератор, система вентиляции, телефонная и радиосвязь, запас питьевой и технической воды. В отдельной комнате оборудован медпункт. Имеется и необходимый запас средств индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты, пожалуйста, у нас противогазы на все 150 человек, как нового образца, так и старого, то есть укомплектованы все, то есть и кабинет медицинской помощи, то есть там тоже самое аптечка на 150 человек, можем оказать первую необходимую помощь на этом объекте. После осмотра защитного укрытия участники учений переместились на полигон ЦТО-РТ по ликвидации аварий и ремонту трубопроводов. Здесь прозвучало вводное, что произошел разрыв нефтепровода с последующим вытеканием нефти и ее возгоранием. К месту аварии оперативно подъезжает пожарный расчет и начинает тушение огня. Рядом разыгрывается еще одна техногенная катастрофа. По условиям здесь также произошел разрыв трубопровода и нефть попала на поверхность водоема. В данном случае по понятным причинам не использовали нефтепродукты, их роль играли древесные опилки. Команда ликвидаторов локализует условное нефтяное пятно с помощью плавучих бонов и приступает к очистке озера. Условная нефть попадает в специальную емкость и впоследствии утилизируется. Для оперативного реагирования и взаимодействия со всеми экстренными службами используется передвижной командный пункт, оснащенный спутниковой связью. Через несколько минут поступает информация, что все последствия аварии ликвидированы и время подвести итоги. Оценку можно поставить хорошую, удовлетворительно. Сработала система оповещения оперативно. Очень ребята по ликвидации и формированию гражданской защиты работали слаженно. Достаточно хорошо, оценка положительная. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города. И в завершение выпуска блок спортивной информации. В швейцарском Ньоне состояла жеребьевка плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, которая определила следующего соперника питерского «Зенита» в самом престижном футбольном турнире Старого Света. Им стала португальская команда «Пасожде Феррейра». В минувшем сезоне она заняла в чемпионате страны третье место. Первый матч пройдет в Португалии 20 или 21 августа, ответный 27 или 28 августа на Петровском. По предварительной информации, выездная встреча состоится на стадионе Драгао в Порту. Сборная России по пляжному футболу стала победителем Евролигии. В финале, состоявшемся накануне в Испании, наши спортсмены переиграли португальцев с неприличным для соперников счетом 8-3. У россиян дублями отметились Юрий Крашенинников и Егор Еремеев. Также отличились Кирилл Романов, Илья Леонов и Анатолий Перемитин. Два гола записал на свой счет португальец Бельшиор. Кроме того, сборные по разу обменялись автоголами. А в среду российская сборная по футболу сыграет очередной матч отборочного турнира чемпионата мира 2014 против Северной Ирландии. Тот самый, что был перенесен в марте из-за внезапного снегопада, обрушившегося на Белфаст. Сейчас наша сборная готовится к предстоящей встрече на базе лондонского арсенала. В Белфаст команда вылетит накануне матча. В столице Северной Ирландии, по прогнозам синоптиков, снова будет холодно, но снегопадов не обещают. Ну, разве что из голов. Это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. Я желаю вам всего доброго и до свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 13 августа в Салихарде плюс 14, ветер южный до 6 метров в секунду. В ноябрьске 16 градусов тепла, северный ветер до 3 метров в секунду. В Муравленко 13 августа плюс 15, ветер северный до 3 метров в секунду.